Причина главная. Для Японии оказалось важным не просто проиграть войну, а, наверное, выбрало, кому её проиграть. Шутка писателя-юмориста? Конечно. Но в этой шутке большая доля правды. Парадокс? Без сомнения. Но за ним глубинная суть явления. О нём и пойдёт речь. Хочу начать со 2 сентября 1945 года. В этот день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. МакАртур генерал не оставил заметного следа в мировой военной истории. МакАртур администратор, начальник штаба американских оккупационных войск, заслужил добрую память в истории Японии. Так выглядела японская столица в конце 1945 года. Япония опустилась на последнее место в мире в области промышленного производства. Стали выплавлялось 10% от довоенного уровня. Четверть населения была поражена туберкулёзом. Голодная смерть косила детей и стариков. И всё-таки победитель побаивался побеждённого. Его потенциальной возможности снова превратиться в милитаристское тоталитарное государство. США предприняли единственно правильный шаг. Они не допустили возврата Японии к прошлому, придав демократическим процессам в стране необратимый характер. Штаб разработал, а японский парламент в обстановке оккупации послушно принял законы о предоставлении рабочим права объединяться в профсоюзы и объявлять забастовки. О демократизации образования. О ликвидации абсолютизма. О женском равноправии. В императорской Японии всей хозяйственной жизнью страны заправляли гигантские финансово-промышленные монстры. Дзайбацу. Они чем-то напоминали наше министерство. Оккупационные власти распустили их. Конфисковали у них все материальные ценности. Закон об экономической реформе открывался словами. Цель реформы максимально рассредоточить собственность и прибыли среди широких слоев японского населения. Цитирую с определенной завистью. Закон апеллировал предприимчивым, отважным людям. Он пригласил их к общему старту в соревновании за деловой успех при начальных равных для всех условиях. Вот так распродавались акции. Помещие земля была выкуплено и перепродано тем, кто хотел ее обрабатывать. По три гектара на семью. На сей раз в равные стартовые условия были поставлены крестьяне, чью дореформенную судьбу без особой натяжки можно сравнить с участью наших колхозно-совхозных пружинок. Теперь уже не правительственные чиновники, а рынок диктовал крестьянам, что и как им делать. Скажем, хотели мы выращивать капусту, но нам говорили, чтобы выращивали, например, ячмень, и нам ничего не оставалось, как следовать этому указу. В Японии, будучи связанными различными указами и распоряжениями, мы не могли выращивать то, что мы хотели. В этом и заключалась большая разница от Америки. Там все решали сами фермеры. Граждан избирать публичных должностных лиц и отстранять их от должности, а также свободу мыслей и совести, свободу собраний, слова, печати и, я снова цитирую, свободу всех иных форм выражения мнений. И самое главное, Конституция запретила Японии вести войну в качестве средства разрешения международных споров. Имея такую Конституцию, ликвидировав взаибацию, обладая раскрепощенными экономической реформой активными, хваткими бизнесменами, оказалось совсем несложно провести конверсию. Этот военный завод перекрещился на выпуск электролампочек, а вот этот на производство гвоздей. Велосипед — первая мирная продукция бывшего военного сектора японской промышленности. Познакомлюсь с теми, чью творческую энергию пробудила экономическая реформа, максимально рассвидоточившая, как я сказал чуть раньше, частную собственность среди японцев. Суэтира Хонда в 1946 году открыл велосипедную мастерскую. Теперь его имя — марка автомобиля. Фирма во главе с Суэтирой Хондой превратилась в транснациональную корпорацию. Все началось после того, как однажды моя жена пожаловалась, что она устает от езды на велосипеде за покупками. В те времена можно было достать маленькие моторчики объемом в 50 кубических сантиметров, которые использовались в армии для производства электроэнергии, необходимой для устройств связи. Я подумал, что если я могу приспособить такой мотор к велосипеду, жене будет легче на нем ездить. Я достал один такой мотор и приделал его к велосипеду. При езде он, правда, здорово тарахтел, но зато стало намного легче ездить за покупками. Его потом заметили другие люди, и ко мне посыпались заказы. Примерно тогда же несколько инженеров во главе с Акио Морите заняли комнатку, чудом уцелевшую в разбитом прямым попаданием бомбы в здании. Об этом Морите написал в своих воспоминаниях. С капиталом 500 долларов они затеяли выпуск электрогрелок. Сейчас Акио Морите председатель правления фирмы Сони. 86 предприятий в Японии, 44 завода в 25 странах, 60 тысяч рабочих и служащих, 10 миллиардов долларов, сумма продаж за год. В начале мы жили одним днем, стараясь получить любую работу. Нам было трудно представить себе будущее. Оглядываясь сейчас в прошлое, я могу с уверенностью утверждать, что прочность основ той или иной компании можно оценивать по тому, насколько далеко в будущее способно смотреть ее руководство. Сначала мы начали думать о завтрашнем дне, затем о следующей неделе, потом о следующем месяце и, наконец, о следующих пяти годах. Но, честно говоря, в самом начале мы беспокоились только о завтрашнем дне. Больших надежд у нас тогда не было. И Хонда, и Морита не выжили бы в нищей разрушенной стране. Однако оказалась рациональная экономическая политика штаба оккупационных войск и правительства. От населения приняли всю наличность. Обменяли ее на новые денежные знаки из расчета один к одному. Положили на банковские счета и заморозили дни. Снимать со счетов можно было немного, хотя проценты начислялись большие. Печатать деньги парламент отныне запретил. Правительство прекратило выплачивать дотации предприятиям. Резко пошла на уполь инфляции. Предприятия могли получать кредиты из тех огромных сумм, которые появились в банках благодаря замороженным счетам. Разорение постигло многие фирмы. Его избежали предприимчивые инициативные предприниматели, такие как Хонда и Морит. Им помогла и разумная налоговая политика. Она поощряла развитие передовых технологий и активизировала экспо. В 1951 году, через 6 лет после капитуляции, в Японии впервые заговорили об экономическом чуде. темпы экономического роста достигли 10% в год. Японский народ стал пожинать плоды своих усилий по перестройке. Товары с клеймом, сделанным в Японии, появились за границей. Но иностранные потребители говорили, в Японии. Продолжение следует... Продолжение следует...